Смоленская атомная электростанция В целом по работе атомных станций концерна текущая нагрузка 22 240 мегаватт плюс 400 мегаватт баланса УФС. В целом погоду на сегодняшний день сверхпланно выработано 983 миллиона киловатт часов электроэнергии. О техническом состоянии энергоблока в Смоленской АЭС доложил главный инженер Александр Иванович Васильев. Первый блок находится в текущем ремонте до 21 ноября. Блок номер 2. 13 ноября закончен ремонт. В настоящее время выполняется программа испытаний. Блок номер 3 находится на номинальном уровне мощности. Общая мощность по станции на текущий момент 1560 мегаватт. С начала месяца энергоблоки Смоленской АЭС выработали 849 миллионов киловатт часов электроэнергии. С начала года выработано 16 миллиардов 776 миллионов киловатт часов. Сверхплана 764 миллиона киловатт часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. С 13 по 16 ноября в Десногорске прошел турнир по боксу памяти Сергея Петровича Крылова, в котором приняли участие более 100 спортсменов из 12 городов России. Турнир был организован администрацией и профсоюзным комитетом Смоленской атомной станции, спорткомитетом города. Оценивали поединки авторитетные судьи всероссийской и международной категории – Борис Усольцев, Санкт-Петербург, Юрий Шмакалов, Москва, Анатолий Саушкин, Брянск и другие. Приветствуя участников соревнований, директор Смоленской АЭС Андрей Петров отметил, что в Десногорске очень любят бокс и хорошо разбираются в нем. Поэтому каждый турнир с нетерпением ждут все любители этого красивого и зрелищного вида спорта. Очень радует, что с каждым годом география команд, приезжающих к нам в город, расширяется. Вы знаете, что в Десногорске очень любят бокс и в Десногорске разбираются в боксе. Поэтому сегодня мы все в ощущении, в ожидании прекрасного спортивного праздника. Я желаю всем участникам соревнований чистой, честной, бескомпромиссной бойки. По традиции соревнования проходили по четырем возрастным группам в разных весовых категориях. На ринг выходили и боксеры высокого уровня, имеющие за плечами десятки выигранных боев, и новички, делающие первые шаги в этом спорте. Турнир чрезвычайно полезен для вашего города. Он популяризирует бокс и привлекает ребят заниматься им. Хочется сказать, что он очень полезен для всех приезжающих сюда боксеров, потому что участвуют и юноши, и младшие юноши, и юноши младших разрядов. Здесь они повышают свое спортивное мастерство. Это очень важно, потому что пока боксер дорастет до уровня первенства России разных, ему надо пройти через подобные турнили, чтобы набраться опыта и стать настоящим боксером. Но еще хочется сказать, что я много езжу по России, уже в этом году на седьмой или восьмой раз в разные города, но я не могу сейчас вспомнить, где бы был так хорошо организован турнир, как здесь. В число финалистов вошли 9 воспитанников спортивного клуба «Ринг» Смоленской АЭС, которым руководит старший тренер Николай Незамаев. Шестеро из них заняли первое место – Рафаэль Джавадов, Богдан Панченков, Егор Ржевский, Вадим Каретников, Сергей Тишкин, Кирилл Маслов. Приз за лучшую тактику ведения боя достался также десногорцу Богдану Панченкову. У нас было 103 участника, были интересные поединки по четырем возрастным группам. Ну и хочется отметить, что команда спортивного клуба «Ринг» выступила очень даже неплохо. У нас 9 финалистов, 6 из которых заняли первое место. У меня этот турнир уже второй по счету. У меня все первые места в этом турнире. Но бои были как бы не очень легкие, такие средние и не тяжелые. Все призеры получили почетные грамоты и медали, кубки, наборы боксерской экипировки, призы от профсоюзного комитета Смоленской АЭС. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok